Здравствуйте! В эфире ток-шоу «За семью печатями». Меня зовут Кристина Пугачёва. АПЛОДИСМЕНТЫ Строго регламентированы. Так, например, в Великобритании легально наказывать ребенка, а в Швеции за это грозит уголовное наказание. В Канаде и вовсе есть четкие правила, как можно наказывать своих детей. Наказывающий должен быть родителем или опекуном ребенка. Ни няня, ни учителя, ни другие родственники не могут этого делать. Самому ребенку должно быть больше двух, но меньше 12 лет. При этом удары по голове и шлепки являются вредом. А что у нас? Законодатели пока не определились. Общественное мнение, как и по многим другим вопросам, расходится. Как же быть? Как воспитывать детей? Бить или не бить? Вернее, применять или нет физическую силу для того, чтобы научить детей каким-то прописным истинам? Сегодня мы будем разбираться в этом с нашими экспертами и гостями студии ток-шоу «За семью печатями». Итак, сегодня с нами постоянный резидент нашей программы Юрий Зайцев. Семейный психолог Светлана Шевлякова. Данила Ткаченко, следователь по особо важным делам Заволжского межрайонного следственного отдела города Твери. И, наконец, Анна Бысюк, заведующая кафедрой воспитания и дополнительного образования Тверского института усовершенствования учителей. Ну а начнем мы, наверное, с самых наших главных экспертов и самых юных. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Маша. Маша, тебя родители когда-нибудь наказывали? Да. А за что? За уроки. Что-то не так делала, плохо вела себя. Ты считаешь, это правильно, что они тебя наказали? Нет. Ты расскажи теперь. Меня зовут Лиза. И меня иногда наказывают. А за что? Ну, за то, что я много сладкого ем, зубы не чищу. И еще, если уроки не получается сделать. И как ты считаешь, это нужно вообще наказывать детей, если они что-то делают не так? Нет. А ты считаешь, что ты все правильно делаешь, когда не делаешь уроки или сладкого много ешь? Ну, нет. А что тогда делать родителям, если ты их не слушаешься? Ну, они не должны наказываться, они просто должны предупреждать. Предупреждать, что тебя накажут? Нет, что это нельзя делать. Понятно. У нас еще один гость. Скажи, как тебя зовут? Меня зовут Никита. Никит, скажи, ты себя примерно ведешь? Да. И тебя никогда-никогда в жизни не наказывают? Нет. За что? А бывает такое, что ты куда-то идешь, не туда, например, побежал по улице, не знаю, за мячиком? Нет. Дорогу перешел в неправильном месте? Нет. То есть ты совершенно абсолютно примерный ребенок? Угу. А твоих друзей, например, ты видел когда-нибудь, чтобы родители наказывали? Да. И ты считаешь это правильно? Можно так делать? Нет. Объясни, почему? Ну, потому что обидно. А если ребенок не слушается совсем? Вот ты такой хороший, примерный, а вот другие нет. Как тогда быть папе и маме? Предупреждать. Предупреждать. Понятно, спасибо. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Варя. Варя, тебе случалось когда-нибудь, чтобы тебя родители наказывали? То есть ты себя всегда хорошо ведешь? Всегда. Всегда. Всегда? А тебя как зовут? Миша. Миша. Расскажи, ты всегда себя ведешь правильно? Нет, не всегда. Я вот вижу. Нет, не всегда. Да, видишь, ты понимаешь. Тебе когда-нибудь случалось быть наказанным? Много раз. Это было за дело или как? Иногда да, а иногда вот. Не по-честному. Не честно, по-моему. А, например, вот расскажи. Ну вот, например, мы носимся, а ругают меня, потому что визжит кто-то. И ругают меня. Ну, то есть только ругают? Тебя никогда не били, ничего такого? Нет, иногда под затыльник. Это как, помогает? Немного. Вот что ты при этом чувствуешь? Ты понимаешь, что тебя наказали за дело или ты обижаешься? Обижаюсь, конечно. Ну, а потом понимаю, что наказали за дело. А потом бегаешь опять? Да. Спасибо. Ну что же, по мнению юных гостей нашей студии, телесное наказание совершенно недопустимо. Это обидно и не несет никакой пользы. Но сейчас мне хочется у них самих спросить, кто своих детей будет наказывать, если они не будут слушаться. Поднимите руку. Понятно. А теперь проголосуйте, кто детей своих наказывать не будет. Никогда. Ну что же, мнения разделились поровну. Теперь давайте поговорим более серьезно на эту тему и узнаем, что думают по этому вопросу наши эксперты. Ребенок, безусловно, воспринимает мир в более позитивном ключе, чем взрослый. И, конечно, и агрессию, и насилие они воспринимают, с одной стороны, легче, с другой, острее. Как быть, когда самые близкие родители ребенка становятся источником угрозы для него? Ситуация может однозначно принести только очень негативное явление. Во-первых, потому что для ребенка родитель является воплощением окружающего его мира. И в зависимости от того, какие родители, они позитивные, нейтральные или они агрессивные, ребенок воспринимает мир вообще, потому что это земля, на которой он стоит, его родители, его семья. Это солнце, которое на него светит. И какие родители, следовательно, от этого зависит восприятие мира ребенком. И для ребенка мама и папа — это любовь. И эта любовь равносильно жизни, потому что вся его жизнь зависит от мамы и папы. И когда люди, которые действительно очень большое значение имеют именно даже для его жизни, для физического существования, применяют к нему силу, физическое наказание или психическое наказание, с наказанием словом, у ребенка рушится почва под ногами, и возникает очень много негативных явлений. Вот каждый удар по ребенку рукой или словом — это удар по его психике. И у ребенка возникает очень много психических травм. Отсюда у нас и тревожность. Если дети с слабой нервной системой, они становятся очень тревожными, они становятся эмоциональными нарушениями, они становятся плаксивыми. И очень много различий, они невротиками становятся. Если у ребенка сильная нервная система, и она может неким образом противодействовать родителям внутри, потому что удар любой — это очень обидно, это больно, это унизительно, это больно очень сильно и физически, и нравственно, то тогда ребенок проявляет агрессию. То есть родители учат своего ребенка быть агрессивным. Вот я слушала сейчас, смотрела, как ребята отвечают на вопросы ваши, и ничего удивительного я в этом не увидела. То есть я могу даже сказать, у какого из этих детей какая нервная система. Тот ребенок, который говорит, что я тоже буду бить своих детей, то есть родители уже дали ему модель поведения по отношению к своим детям. Все наши эксперты согласны, что ни при каких условиях недопустимо физическое воздействие на ребенка? Физическое насилие недопустимо, именно физическое насилие. Это, как сказала коллега, абсолютно верно. Это вред психике, это вред личности, и в последующем это просто ребенок, который подрастет, но он принесет модель разрушающую, модель агрессивную. Ребенок, который будет просто транслировать то поведение, которое ему показали родители. И, конечно же, это в будущем взрослый, ну, наверняка с большой душевной болью и обидой. Физическое наказание, оно, конечно, на мой взгляд, недопустимо. К ребенку, который является и физически, и психически, и интеллектуально неполноценным. Но все равно какое-то наказание, даже словом, оно должно иметь место. Это традиция, она будет продолжаться, это нормально. Что бы ни говорили психологи. А что говорит закон? Закон нам говорит следующее, что есть у нас статья такая, Уголовного кодекса Российской Федерации, номер 156. Именно она предусматривает ответственность родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. И под это понятие, собственно говоря, и подходит применение насилия к ребенку. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что это будет не один шлепок или не один подзатыльник. Это должно быть систематическое, постоянное применение насилия к ребенку. Которое, тем еще более страшно, что именно применяется постоянно. Ответственность за данное преступление законодатель присмотрел в виде лишения свободы максимальным сроком до трех лет. Это преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести и охватывает собой своим составом причинение ребенку вплоть до легкого вреда здоровью. Более тяжкий вред здоровью будет влечь ответственность в совокупную 156 статью плюс статью Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за соответствующий вред здоровью ребенку. И хотелось бы так вот заметить, что правильно, это преступление, оно очень латентное, оно мало выявляется, потому что, правильно, родители для ребенка это все. Он, это вот, ну, сведения о том, что его как-то избивают дома, он не может это вынести куда-то наружу, потому что, в принципе, он боится, что его даже за это поругают, что он рассказал. Боится еще больше, получается. Да, здесь очень большую роль играют именно учебные заведения, где ребенок учится, то есть детские сады, школы, где педагоги, если они внимательны, они могут заметить изменения в поведении ребенка, могут заметить, собственно говоря, непосредственно какие-то телесные повреждения у него. В этом году только у нас два таких уголовных дела было направлено в суд нашим отделом по применению насилия в отношении малолетних детей. Но ведь в обязанности родителей входит не только не навредить ребенку, но и научить его, как жить, как вести себя. Часто наказание как раз-таки связано с каким-то запретом, который ребенок преодолевает, несмотря на то, что он действительно есть. Нарушает правила дорожного движения даже это, и это может навредить теоретически его здоровью и даже жизни. Как тогда быть родителем, как вот эти самые главные истины объяснять? Обязанность родителей воспитывать своих детей. Слово «воспитание» подразумевает развитие. А что такое развитие? Развитие — это научить ребенка анализировать свое поведение, знать некие постулаты, как вы говорите, анализировать свое поведение относительно их, развиваться. Но родители чаще всего не воспитывают своих детей, а дрессируют. Что значит дрессировка? Бить — это значит дрессировать. Вот как в цирке. Вот я ударил его, и ребенка на подсознательном уровне закрепляется ощущение боли. Тогда я не буду это делать, потому что мама меня за это бьет. А вот когда он перебегает улицу, как вы говорите, ребенку нужно обязательно объяснять, развивать, говорить о том, что может произойти, если с ним что-нибудь случится. Он может чего-то лишиться, даже жизни. И я хочу сказать, что очень серьезные проблемы возникают именно в подростковом возрасте, когда уже ребенок выходит из-под контроля. Какие законодатели вывели такую формулу? Старше двух, но моложе двенадцати. Происходит процесс отделения, эмоционального отделения от родителей. Это педагог подтвердит тоже, что это период возрастной, это период развития личности. И это называется эмоциональное отделение от родителей. И тогда может произойти что-то страшное, потому что... Я продолжу эту тему. Действительно, подростковый возраст – это очень серьезный период для родителей и для детей. Действительно, подросток хочет стать самостоятельным. Он уже чувствует себя взрослым человеком. В принципе, он и должен становиться уже по-тепому самостоятельным. Абсолютно верно. Но он уже об этом заявляет. Но не все родители позволяют становиться ему взрослым. Вы понимаете, что существует действительно очень тесная связь между родителями и детьми. Одни родители пускают ребенка в свободное плавание, но при этом присматривают за ребенком, держат его в поле зрения, объясняют правила поведения, постоянно с ним разговаривают об актуальных темах, которые интересны ребенку. И родители поддерживают воспитание и развитие. А часть родителей предпочитает держать ребенка действительно вот... Я старший, я взрослый, я глава семьи, допустим, и ты должен меня слушать, потому что я вот старше. Согласитесь, такое тоже у нас встречается, но, к сожалению, это не самый эффективный способ. Ребенок уже хочет пойти в самостоятельную жизнь. А ему говорят, нет, ты еще мал. Но при этом в то же самое время ему могут сказать, ну как же так, ты же уже взрослый. То есть, понимаете, двоякая ситуация у ребенка. Я же взрослый или я маленький? Что же мне делать? Сейчас вместе с нашими экспертами мы пришли к выводу о недопустимости телесного наказания, особенно длительного, продолжительного на ребенка. И зачастую такие происшествия в детстве могут перерасти потом действительно в страшные последствия. Мы продолжаем снимать печати тайн с вопроса, бить или не бить. Безусловно, для родителей, которые нарушают требования закона, есть наказание. Но я думаю, что, как уже сказал представитель следственного управления, это не всегда какие-то, точнее, это всегда, наоборот, какие-то яркие и тяжелые случаи проявления. А как считают наши эксперты, может быть, стоит усилить как-то именно воздействие на родителей в этом направлении? Потому что действительно сплошь и рядом случаются случаи наказания. Я думаю, даже многие из нас видели, как и на улице могут очень громко кричать, дергать за волосы даже, вот я видела недавно, своих детей и родителей. Все идет из семьи. Смотришь иногда. Почему гибнут дети на дорогах? Потому что каждая третья молодая мамаша переводит ребенка в неположенном месте. Нужно ли как-то за вот такую неосмотрительность наказывать родителей? Конечно, надо смотреть. Конечно, в нашем обществе еще более традиционном наблюдается негативное отношение к так называемой ювенальной юстиции. У нас традиционно, в принципе, всегда было нормально, да, как-то учить уму-разуму ребенка. Розгами, да, и силой. Но, как бы, традиции, традиции, но другого человека, даже если он маленький, ну, вообще другого человека пальцем нельзя трогать. Кристина, я думаю, что наказание, оно всегда должно следовать тогда, когда человек, зная, что что-то нельзя делать, все равно нарушает это и делает. Но я думаю, что вот в данном случае у нас причиной вот такого поведения родителей это является вопиющая безграмотность в области педагогики и психологии. Абсолютно правильно сказала коллега. Действительно, прежде чем наказывать, нужно дать разъяснение, иначе будет то же самое. Наказываем за что? За то, что человек не знает. Должна быть система абсолютно верной. Так скажем, подготовки к родительству. Ну, можно это так назвать. И тут, конечно, и Министерство образования, и Министерство здравоохранения должно подключиться. Не зря же существуют школы будущих мам. Там, конечно, рассказывают про физиологию, про медицину, но забывают про аспект психологии и педагогики. Вот здесь хотелось бы, конечно, обратиться за помощью и к Минздраву. Что касается обучения родителей в учреждениях образования, на самом деле сейчас и школы, и детские сады активно ведут работу по воспитательной системе родителей, если мы можем так назвать. Потому что, безусловно, школа воспитывает, детский садик воспитывает детей. Есть программы. Но родители сейчас тоже попадают в поле зрения педагогов. Не значит, что мы их там наказываем. У нас разработаны и проводятся в школах классные часы, именно не классные часы, а родительские собрания для родителей, про то, кто такие дети, как с ними общаться, какие техники общения существуют, как правильно себя вести. То есть есть вот такие родительские клубы в школах. Практика существует. Другой вопрос, насколько родители посещают вот эти родительские клубы. Насколько они хотят туда идти, насколько они считают нужным, действительно. В любом случае, опять же, я повторюсь, как и все мы, что ответственность за ребенка лежит на плечах взрослых, на плечах родителей. Ну что же, вопрос применения тех или иных способов воспитания сложный. И зачастую родителям без посторонней помощи и без глубокой личной заинтересованности не разобраться в том, как же быть в каких-то определенных случаях. Сейчас мне хотелось бы у наших взрослых гостей студии спросить, бывали ли такие случаи, когда действительно было непонятно, как быть, наказывать ребенка или нет? Меня зовут Марина, я мама троих детей. Вам случалось когда-нибудь стоять на распуте и раздумывать, наказать ребенка, не наказать за что-то действительно стоящее? Вы знаете, вот надо признаться, что у нас такие дети, что такого страшного ничего они пока еще не делали. Может быть, в силу своего возраста им. Но с другой стороны, уже когда ребенку 15, 16, 18 лет, это его уже поздно воспитывать и что-либо ему говорить. То есть нравственные ценности, наверное, надо в ребенка вкладывать с раннего возраста. Но, естественно, показывать его на своем примере. Потому что очень непонятно, когда ты делаешь ребенку замечание, просто, допустим, только замечание, не делай так, но сам при этом ты постоянно, и ребенок это видит, что ты сама или отец, допустим, глава семьи, тоже так же делает такие же ошибки, за что он ругает ребенка. У ребенка непонятно, почему ему нельзя, а ему можно. И у меня, например, в семье было со мной так, меня за очень многие вещи ругали. Но при этом я наблюдала, что мои взрослые в семье делают то же самое. И мне было ужасно неприятно, почему мне нельзя и можно. Впоследствии я им начала задавать вопрос, а почему вы мне это запрещаете? И они так удивленно на меня смотрели, говорят, ну мы же взрослые. Я взрослый, это аргумент. И еще была коронная фраза, ну ты не смотри на нас, мы взрослые. Так а на кого тогда смотреть, и зачем вы мне делаете замечание? Хотела бы, чтобы вы тоже ответили на вопрос. Случалось ли вам стоять на распутье? Наказать ребенка, не наказать? Ну, у меня бывает наказывают детей, когда другие аргументы уже не действенны. Но я считаю, что шлепок по попе или повышение голоса помогают. Частенько. В нашей семье. А у вас это... И плохого я в этом ничего не вижу. Ну и мои родители тоже когда-то применяли ко мне легкие, наверное, да? Это называется легкие наказания. Вреда от этого я не вижу. Ну а как быть, когда ребенок не понимает? Обижается, не понимает? Ну да, вот мне хотелось бы спросить... Когда он даже не понимает самого вот этого наказания? Нет, они... Дети прекрасно понимают. Я адекватный человек, и они прекрасно понимают, за что их в конце концов все-таки наказывают. Когда, например... Ну, пример такой можно привести. И когда говорят ребенку, садись за уроки, садись за уроки. 55 раз сказал, нет, не хочу, нет, не хочу. Ну, на 56-й ты начинаешь уже кричать, что надо садиться, повышать голос. Тогда понура пошел и сел. Спасибо. Ну что же, дети говорят одно, взрослые говорят другое. Что наши остальные гости студии думают? Нужно ли... Я думаю, что у вас детей, наверное, еще пока нет. И что думают наши гости? Нужно ли наказывать детей? Или все-таки действительно можно обойтись более мягкими методами воспитания? Меня зовут Роман. Сейчас сказали, что понимает ребенок или не понимает наказание. Но вот я задумывался о себе. Меня родители наказывали. Я помню, какие были наказания. Ну, за что они были? Вот совершенно нет. Почему-то... Но при этом зла, конечно, никакого не держу. И считаю семью вполне благополучной. Такая вот ремарка. А другое, вот хотел сказать. На днях я видел мальчика, лет пяти. Он совершенно счастливый, с зеленой веткой гулял по краю фонтана, ударял по струям. И вот он падает в фонтан. Ему страшно. Он не может выбраться. Подбегает мама. Вытаскивает его. Ругает. Шлепает. И он же ни в чем не виноват. А она просто не досмотрела за ним. Все-таки родители отвечают за своих детей. Если дети ведут себя не так, это значит, что родители недоработали. На мой взгляд. Я хочу сказать, что... Да, я с вами согласна. Наказывать не стоит. Иногда дети ведут себя... Ну, называется девиантное поведение, но это уже отклоняешься от нормы. Но вообще дети шалят иногда только для того, чтобы обратить на себя внимание родителей. И вот я бы хотела сказать, что, конечно, хлопки, щелчки, разные рода фразы интересные. Но вообще-то, дорогие родители и будущие родители, если кто-то плачет, нужно взять и прижать его к груди. Вот просто прижать и обнять. И вот я уверяю вас, что человеку станет легче, и вот эта боль, огорчение, они пройдут. Вот человеку нужна любовь, внимание, прикосновение. Я, например, делаю так. И когда кто-то плачет рядом со мной, ну, близкий человек, я молча подойду, прижму его к себе, и человек успокаивается и благодарен. Я хочу сказать, что есть... Как психологу мне не положено прикасаться к моим клиентам. Вот только вот за руку можно взять и всё. Но иногда ребята, молодые студенты, которые приходят ко мне, консультируются, разговаривают со мной, они говорят, можно я вас обниму? И я разрешаю. Я тоже обнимаю, потому что я понимаю, что у него такой дефицит тепла, человеческого прикосновения. И вот я хочу сказать, когда кто-то плачет, особенно дети, когда капризничают, когда злятся, когда ругают, просто мама и папа, они гораздо старше, они в другое совершенно измерение, они опытнее. Подойдите, обнимите своего ребёнка, прижмите его к себе. Я уверяю вас, вы увидите, какая будет реакция. Спасибо. Есть у нас ещё мнение по поводу необходимости наказания? Меня зовут Алексей, я муж Марина, у нас трое детей. Знаете, я пришёл к такому мнению, что с детьми нужно дружить, становиться их друзьями. И тогда мы будем находить общий язык вместе с ними. И там не нужны будут уже наказания, мы будем понимать друг друга с полуслова. Когда нужно будет что-то сказать, например, какое-то действие от ребёнка потребовать, не нужно будет уже даже повышать голос. В принципе, можно даже объяснить по-взрослому. Потому что, по большому счёту, ребёнок – это будущий взрослый человек. И когда мы ставим себя на уровень выше всех, а он же потом вырастет. И, как говорят, он потом может отомстить. С друзьями мы же друзей не бьём. Всякое, конечно, случается, но да. И вот эта любовь как раз и получается, что ты показываешь детям и последующим поколениям, потому что они со своими детьми так же будут делать. Вот это вот модель поведения. Спасибо. Мы продолжаем снимать в печати ТАНЬС вопрос о методах воспитания детей. Бить или не бить? И этот вопрос, конечно, решают для себя все родители по-разному. Но в целом большинство из нас ходится в том, что детей ни при каких условиях наказывать нельзя физически. И это не только вредно, но и бесполезно. С 1979 по 2011 годы целых 22 европейских страны запретили телесные наказания детей. В некоторых странах это уголовно наказуемо. А где-то есть какие-то рамки, в которых можно наказывать ребёнка. У нас всё равно есть такая некая неопределённость. И как думают участники нашей сегодняшней беседы, всё-таки нужны ли какие-то законодательные рамки, либо полный запрет, либо ограничения вводить именно на поведение родителей? Ну, моё мнение как психолога, я считаю, что нужен закон и должен быть полный запрет. Потому что если есть какая-то лазейка, её начинают использовать в той или иной степени. А закон должен быть. Даже если эти законы у нас не приняты испанять, это как бы не в нашей традиции, всё равно эту традицию нужно вводить. И для этого должен быть какой-то законодательный документ, на который можно ссылаться. Это обязательно. Юрий, вы как думаете? Те родители, которые наказывают детей, напоминают мне тех, ну не знаю, как назвать, людей, которые ударились случайно локтём от двери, и будут пинать эту дверь долго ногами за то, что ударились. Когда купили котёнка, завели котёнка, а котёнок там начал, не знаю, там, кучу сделал в углу, или когти потачил обои, и они начинают бить этого котёнка. Но это же глупо. Именно в детях мы черпаем наше бессмертие. То есть, когда мы умрём, именно наши дети наследуют нашу землю, как это сказано в Священном Писании. То есть, наследуют нас с вами, продолжат наш род, наши гены, своё имущество вы своим же детям передадите. Поэтому не будем забывать Кант и его золотое правило морали. Относитесь к своим детям так, как вы хотите, чтобы они потом относились к вам. Если каждого родителя карать жёстко, вплоть до реальных сроков наказания, за то, что он когда-то там дважды или трижды хлопнул своего ребёнка, у нас половина детей останется без родителей. Это же тоже крайняя такая ситуация, которую, мне кажется, доводить абсолютно нельзя. Может быть, тогда действительно как в Канаде сделать так, чтобы родители знали? Нет, эта статья направлена на регулирование именно самых тяжёлых случаев проявления родительского насилия. А в остальных здесь должен быть какой-то некий социальный механизм, который, правильно говорят наши психологи, коллеги, должен учить родителей. Учить родителей обходиться без этих физических наказаний. То есть, опять же, получается, запрет здесь тоже, и даже для самих взрослых мало сможешь чем-то помочь. Естественно, запрет, наказание – это способ предотвратить это на какое-то время, на какое-то именно время, после совершения. Но через какое-то время человек опять, допустим, получает свободу, получает возможность дальше контактировать со своим ребёнком, он продолжит своё поведение, скорее всего. Не будет лучше от того, что какой-то определённый промежуток времени большой он проведёт в местах решения свободы, а его ребёнок проведёт отдельно от него. Они всё равно не научат общаться в результате этого. А здесь именно проблема общения. Поэтому родителей нужно учить, учить именно, как вести себя со своими детьми. И до всех родителей тоже, конечно, хочется донести тот факт, что даже не надо воспитывать детей. Воспитывайте себя в первую очередь. Ребёнок будет в любом случае похож на своих родителей. У него выбора другого нет. Это как бы его идеальная модель человека. Если вы как бы себя будете, родители себя будут нормально вести, и показывать ребёнку достойную модель поведения в обществе, ребёнок себя будет так же вести. Его наказывать-то не надо будет. Не за что будет просто. Ну что же, программа наша близится к завершению. Сейчас самое время подвести краткие итоги всему тому, что было сказано. Я попрошу наших экспертов очень коротко, буквально в одной фразе, сформулировать главное правило касательно темы, которую мы обсуждали сегодня. Я думаю, начнём с вас, Юрий. Да я вроде уже сказал, поэтому просто скажу, детей надо любить, и всё. Я тоже скажу, детей надо любить. И любить надо уметь любить, учиться любить. И для этого я бы хотела порекомендовать нашим родителям читать Януша Корчика «Как любить ребёнка». Обязательно иметь эту книгу настольной. И ещё книгу нашего психолога Владимира Леви, который говорит, «Ваш нестандартный ребёнок». Пожалуйста, уважаемые родители, купите эту книгу, возьмите её в интернете, читайте её. Там написано, что любить нетрудно. Просто когда вы что-то хотите сделать, относительно своего ребёнка, встаньте на его место, почувствуйте себя им. И вы тогда поймёте, что нужно с ним делать, как нужно с ним общаться. Поэтому я предлагаю, дорогие родители, любите своих детей, и растите, и развивайтесь вместе с ними. У нас рефренум, наверное, пошло такое, что детей надо любить, их действительно надо любить, и воспитывать в первую очередь себя. А для тех людей, которые поставят себя за эту грань нормального поведения, есть закон. Мы его приводим в жизнь, мы его исполняем, мы заставляем людей получать то, что они заслужили. Надо нормально, хорошо относиться к своим детям. И тогда всё будет, в принципе, хорошо в обществе, наверное, даже. Да, я вижу, Анна тоже согласна. Абсолютно согласна. Детей нужно любить, о детях нужно заботиться. И ещё одна настольная книга для родителей. «Общаться с ребёнком как» наш знаменитый современный психолог, «Гиппенрейтер» Юлия Борисовна. И всё, ещё одна настольная книга. Научимся общаться, научимся дружить. Спасибо. Сегодня мы снимали печати тайнств важного и сложного вопроса о том, наказывать ребёнка или нет. Мы сами же часто жалуемся на то, что мир становится более жестоким и агрессивным. А ведь задумайтесь, всё это начинается с детей и с воспитания, с семьи и с родителей. Конечно, вопрос о том, наказывать ребёнка или нет, решает каждый из нас, если это в рамках закона. Но всегда, наказывая ребёнка, мы должны помнить, использовали ли мы все методы воздействия родительского, которые могут принести более плодотворные результаты. И не делаем ли мы свой мир более жестоким. Вы смотрели ток-шоу «За семью печатями». С вами была Кристина Пугачёва. До встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова